МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я делаю, стараюсь делать человека со спортсмена, а всё остальное приходит само по себе. Чего и вам желаем. Вспоминая снег. Рассказ с биатлонной трассы. Было очень тяжело остановиться на руках. Кровь переливает в голову. Очень тяжело было. Это похоже на невесомость, но малая точка опоры выдаёт в них эквилибристов. Спорт М на тренировке тех, кто умеет бороться силой притяжения. Хотя бы чуть-чуть. Если вас мучает зимняя хандра без солнца и снега, то сегодняшний выпуск самой спортивной программы области должен вас основательно смотреть. Интересно о том, что делает наше тело здоровым и крепким. Расскажем прямо сейчас. Это капризная зима, похоже, шутит над нами. Уже сегодня эти кадры, сделанные буквально несколько дней назад, вызывают ностальгию. Под натиском почти весенней оттепели чериковская лыжня, конечно, дрогнула. Но будьте уверены, юные биатлонисты и их тренеры вернутся на неё при первой снежной возможности. Потому что очень любят спорт. Как тебя зовут? Даша. Будешь как Домбручева? Да. Она всегда выигрывает. И я хочу быть на неё похожа. А ты за кого болеешь? Я за белорусов всегда. За Домбручеву. За Домбручеву? Как обычно. На кого равняешься? На Домбручеву стараюсь. Чериковские фанаты успешной белорусской биатлонистки работают не покладая ног и лыж, чтобы достигнуть хороших результатов. Местная детская и юношеская школа Олимпийская резерва имеет свою специализацию – биатлон. В Черкове хорошие биатлонные традиции. Рыжанков, Чепелин, Елистратов – олимпийцы и чемпионы. Ну, мне нравится. Это мой любимый вид спорта. Да, очень классно. Ну, конечно, стрельнул, побежал. Парни ценят биатлон за развитие мускулатуры, девушки – за красоту. Все, кто хочет, это приходит. Самое главное – здоровье и желание. А потом они сами становятся моделями. Но самые трогательные на лыжне – малыши, которые мечтают стать именитыми биатлонистами. Спорт – это что самое лучшее. Откуда ты знаешь, что спорт – это самое лучшее? Потому что люди от этого не болеют и хорошо растут. У опытного тренера к своим воспитанникам свои пожелания. В первую очередь – это здоровье. Это первая очередь. Остальное, как говорится, как Бог пошлет. Я вам скажу одно. Результаты – ну, не каждый мой будет спортсменом, но главное, чтобы был человеком, я вам хочу сказать. Я делаю, стараюсь делать человека со спортсмена. А все остальное приходит само по себе. На озере в Черикове зимний спорт. В хорошие дни, конечно, биатлоном не ограничен. Рыбаки, стремящиеся добыть рыбу, пусть даже очень небольшую, только издалека наблюдают за хоккейными баталиями. Если есть погода и разрешение спасателей, то хоккей на озере организует Чериковский районный физкультурно-оздоровительный клуб «Ориентир». Ну, это всегда борьба, страсть, накал эмоций. Ну, нравится. Очень. Ну, радостное чувство, хорошее очень. Весело-то становится вообще. А когда падаешь? Ничего, быстро встал. Что нужно еще делать, когда упал? Нужно бежать, защищать ворота, а не просто так лежать, отдыхать. Сегодня в клубе «Ориентир» занимаются 280 человек. Большинство из них дети, и занятия для них бесплатные. Главное, говорят, оторвать детей от компьютеров. Берите коньки, берите лыжи и приходите к нам. К сожалению, мы вынуждены добавить, когда будет снег и мороз. Услышь нас, небесная канцелярия. Топтать грязь на улице в этом спорта мало, поэтому перемещаемся вот сюда. Мальчики и девочки начинают активно пользоваться фитнес всякими услугами нашими, тренажерным залом, залом аэробики и всем остальным. Но это только не потому, что после Нового года, а потому, что скоро лето, скоро весна, все хотят быть красивыми. Поэтому в меню тех, кто сохраняет и дух, и тело здоровым, три основных блюда – интенсивные тренировки, правильное питание и хороший сон. За последними двумя мы уверены, вы исправно следите, а про первое расскажем и покажем прямо сейчас. Очень эффективно начинать тренировку с мышц пресса. Подбородочек к груди, опускаемся, не кладя плечи на пол, делаем вдох, на выдохе толкаем корпус наверх, опускаемся вниз, на выдохе наверх. Вдох, выдох. А вот еще одно эффективное упражнение для пресса. На пружинках удерживаем мяч между ножек, фиксируем и пружиним наверх. И так можно пружинить до 30 раз. Следующее упражнение – подтягивания на гравитоне. Руки на ширине плеч, ногами мы становимся на плиту, коленочками, опускаемся вниз, гравитон нас опускает, делаем вдох и тянемся наверх, разводя в сторону локтя. Дальше упражнение на ноги. По словам инструктора, классика для девчонок. Держимся за поручень, отводим, делаем вдох, обязательно вдох, на усилие делаем выдох, зафиксировали на секунду ногу, привели ножку обратно, то же самое – выдох, вдох. Повторяем это упражнение не менее 15 раз, а для достижения желаемой фигуры тренируемся 3, а лучше 5 раз в неделю. И, конечно, не забываем золотые правила здорового образа жизни – спим, тренируемся, едим. Потратить свою энергию можно и на трибуне, активно поддерживая своих любимцев. В их качестве могут выступить хоккеисты Могилева. Правда, вот с результатом на табло пока проблемы. Во втором раунде чемпионата страны по хоккейу наши парни стартовали с поражения. Напомним, с минувшего тура команды поделились на две подгруппы. Сильнейшие 6 гарантировали себе попадание в плей-офф и разыгрывают лучшие места. А вот остальные 5 клубов страны борются за две оставшиеся путевки. Среди них и Могилев. В игре с Витебском, крупно проиграв со счетом 1-7, наша команда усложнила себе задачу по выходу в финальную стадию соревнований. В первом периоде имели шансы, были моменты у нас. А затем 4 удаления, которые реализовались. Суперник 4 удаления, там 4-1, 5-1, и все, там уже было, в принципе, бесполезно. 11 парней и 8 девчонок 3 раза в неделю на 2,5 часа откладывают в сторону планшета, ноутбуки, смартфоны и крутят кольца, садятся на шпагат и мечтают попасть на экраны телевизоров. И это только что произошло. А все потому, что они попали в сферу интересов спорт М. Услышали квилибристика и решили, дайте попробуем, что это такое, да? Да, тренер прям в классе сальто сделал, всем интересно стало. Стало интересно, мы решили прийти. Было очень тяжело остановиться на руках, кровь переливает в голову, очень тяжело было. Нужно балансировать. Например, вот Алексея, который держал меня, он полностью мой вес держал на своей шее. Ему было очень тяжело. Сколько в тебе КГ? Ну, 40 будет. Эти ребята пришли в школу эквилибристики 5 месяцев назад. Втроем выступали в школе 2 раза. Как публика принималась? Ну, конечно, для них это было нонсенс. Первый раз такое видели, и поэтому хорошо восприняли. А впереди еще больше выступлений и главная цель. Как нам рассказывал наш тренер, где-то в Америке есть такая номинация «Золотой клоун». Ну, будем стремиться, попробуем. Учат их мастерство эквилибристики Ян и Александр. Педагоги дополнительного образования детского центра творчества «Родничок». Ну, само собой должна быть большая, хорошая физическая подготовка. Это определенно в приоритете стоит вообще в тренировках. И, конечно, большое внимание мы уделяем пластике, гибкости. Впечатляет! А ведь еще и полезна и осанка тебе, и крепкий позвоночник. О спорте и физической культуре на сегодня все. Надеемся, 18 января, в воскресенье, во Всемирный день снега, мы сможем встать на лыжи и рассказать вам, как это было. Уже в понедельник в эфире программы «Спорт М» на «Беларусь-2». Счастливо!